Вот из-за кого над нами смеется мир. Не из-за таких, как я. Из-за таких, как я, мир, наверное, скорее плачет. Зачем давать деньги тому, кто просто получит знания и с этими знаниями уйдет к Всевышнему? Многие обвиняют тебя в том, что из-за тебя весь мир смеется над нами. Типа ты на весь мир ругаешь чеченцев власть, типа чеченец против чеченца, что скажешь? Я скажу, что в этом мире многие над нами смеются только благодаря одному человеку, который являет, как шут гороховый, то наряжается в какие-то непонятные наряды, кольчуги на себя напяливает, какие-то мечи, щиты берет и появляется в каких-то мероприятиях, то он в каких-то постановочных роликах снимается, где он, типа, змею душит, там, крокодила убивает, то он с пулеметом быстро и взади в ряд автомобилей куда-то бежит, куда-то стреляет, то он дает какие-то нелепые интервью на весь мир, где он признается, что он видит Тину Канделаки, и ему хочется с ней салам алейкум. И вот этот прочий бред, когда человек вытворяет, вот только этот человек высмеивает нас на весь мир. У нас нет никого другого, из-за которого у нас бы над нами смеялись. Только вот этот человек и его окружение, как, например, Джамбулат Умаров, который может во время совещания заявить, что он питается светом мудрости абсолютно немудрого человека. Вот из-за кого над нами смеется мир. Не из-за таких, как я. Из-за таких, как я, мир, наверное, скорее плачет. Он видит весь тот беспредел, творимый там, в нашей республике. Из-за этого мир может только плакать, смеяться он точно не может. Хотел еще упомянуть один момент. Раньше был такой канал, точнее он сейчас есть, просто сейчас нет обновлений на этом канале. Он, по-моему, назывался Войнах Хистери. И там человек, Руслан, кажется, его звали, Арсанукаев, по-моему. Он какие-то исторические лекции проводил, разъяснял какие-то вопросы. Ну, то есть исключительно с исторической стороны. Он сам историк. И это был очень полезный канал. Сейчас я смотрю, есть еще один канал, Нахчи World называется. Там тоже чеченский историк Хасан Бакаев тоже делает лекции, разъясняет какие-то, опять-таки, исторические моменты. И я хотел, хочу выразить благодарность этим людям за то, что они делают. Я очень рад тому. Я, может быть, я не смотрел как бы сам контент. Точнее, не все смотрел, а что-то смотрел. И, может быть, в каких-то вопросах я буду даже с ними не согласен. Такое возможно. Там, где они, допустим, будут не в исторических моментах, здесь я не могу с ними не согласен, потому что я не историк. Они лучше меня знают, историю. Но там, где история переплетается с какими-то там не историческими сведениями, скажем, я где-то, может быть, могу с ними не согласен. Но я в целом все равно благодарен им за то, что они проводят эту работу. Это полезно. То, что они делают, это полезно. И я бы хотел, чтобы их было больше таких людей. Я продолжаю призывать этих студентов, окончившие исламские вузы. Если бы вы тоже, вот так же, как эти историки, это взрослые люди, и Хасан, и Руслан, это взрослые люди, они не молодые. Но, тем не менее, они находят время, садятся и занимаются этой деятельностью, которая им не приносит каких-то доходов, чтобы вы понимали. Это не бизнес. Они пока делают это на каком-то энтузиазме, голом. И это я как бы могу об этом судить, потому что я знаю ютуберскую тему, и я понимаю, что стоя аудитории, которая у них сейчас есть, они ничего не заработают. Понятно, что это делается на голом энтузиазме. И за это я им благодарен. Это та тема, которую мы должны поддерживать. И чем больше будет этих людей, разъясняющих, тем лучше. И вот если бы вы, студенты, окончившие исламские вузы, точно так же проводили бы эти работы, разъясняли бы людям какие-то элементарные вещи, разбивали бы какие-то заблуждения, распространяемые кадыровским муфтиятом, в этом была бы огромная польза, если бы у людей был бы выбор. К сожалению, сейчас выбора практически не существует. Есть либо кремлевская вот эта вот пропаганда кремлевского ислама, где Межиев, шахидов и прочая нечисть садится и рассказывает нам, что Ахмат это сила. И чуть ли это следование, вообще сунни говорит, что Ахмат это сила. И есть какие-то крайне радикальные какие-то проповедники, которые ты найдешь в интернете, которые тебя сразу на другие рельсы вообще поставят. То есть обратная крайность. И у этой молодежи нет выбора, нет вот этой середины, срединного пути ислама. Ведь ислам это срединный путь, это отдаление от крайностей. А этого нет, потому что вы молчите. Вы получаете эти свои знания, являющиеся Аманатом. Вы их получаете, приезжаете в эти страны Европы, садитесь, становитесь авторитетами в каких-то там райончиках маленьких, в которых вы какие-то бракоразводные процессы, там заключение брака, развод, масла, примирение сторон. Вот в этих вопросах, в каком-то конкретном своем районе, значит, вы вот эти вопросы решаете. То есть живущие вот в этом районе чеченцы или мусульмане, они обращаются к вам за решением этой проблемы, и вы этим довольствуетесь. И между вами еще существует некая ревность, какая-то конкуренция, ты что, типа, в мой район подался, в этом районе, я вопросы решаю. Так, мы далеко не уедем. И это, знаете, проблема, YFOND делал программу спонсорства для студентов в Египте, по-моему, она даже сейчас, эта программа существует. И сейчас я уже от многих наших братьев слышу, они задают вопросы, зачем они говорят нам спонсировать студентов в Египте, ну, вообще в исламских вузах, если они получат эти знания и далее никакую пользу посредством этих знаний они приносить уме не будут. Зачем он говорит, я буду тогда тратиться на их образование? Что тоже не является правильным, безусловно, потому что тратиться на их образование надо. И если из их числа, там, из сотни этих студентов выйдет хотя бы один, два, там, единицы тех, кто будут приносить пользу, будут разъяснять людям, то это, алхамду лилай, это хорошо, значит, деньги не зря были уплачены. Отказаться от этого тоже нельзя, мы должны это поддерживать. Но вопросы они задают правильные, это посыл вам, студентам, что люди уже задаются этим вопросом, зачем вас спонсировать, если вы не приносите никакой пользы этими знаниями? Зачем давать деньги тому, кто просто получит знания и с этими знаниями уйдет к Всевышнему? Для чего ты их получил тогда? Зачем они нужны были, если люди от этого не получают пользы, если ум не получает от этого пользы? Задумайтесь об этом, я еще раз вас призываю, проснитесь уже, выходите. Той возможности, которая у вас есть сегодня, информационной, доносить до людей, у вас раньше, у прежнего поколения этого никогда не было, у вас сегодня колоссальные возможности. Субтитры создавал DimaTorzok